Добрый вечер. Веселые Хануки. Мы находимся в очень подходящее время для такого праздника, как Ханука. Нас очень трудно согнуть. Поломать, может быть, можно, но согнуть нас невозможно. Всю историю пытаются нас согнуть, пытаются нас превратить в таких, и в этаких, и в тех. Все кончается праздником. Праздником кончилось, когда Алтаребе посадили совсем недавно, Ютед Кислов, это было, посадили в Петропавловскую крепость со статьей, которая угрожала государственной измене, угрозила ему смертная казнь. Потом это обратилось в праздник, самый большой хасидский праздник, это Ютед Кислов. И вот так каждый год что-то было, каждый период что-то было. Но мы празднуем каждый раз и получаем наше питание, духовное питание, заряжаем себя именно в эти дни. И каждый день из праздников дает нам новое питание нашей батареи внутренней. Сегодня Ханука. Ну, про Хануку, я думаю, мы немножко уже успели поговорить, а вот про Парашат Ашавуа нет. Поэтому мы начнем прежде всего с главы Тора сегодня. Сегодняшняя глава Тора называется «Микейц». И было так, по прошествии двух лет, фараону приснилось, что он стоит у реки. Мне снилось, что я стою на берегу реки, и вот из реки выходят семь коров, тучных телом и красивых видом. И вот семь других коров выходят за ними, худые, весьма невзрачные видом, истощенные. «Я не видел столь скверных коров во всей египетской стране». И съели истощенные и невзрачные коровы, семь первых коров тучных, и те вошли в их утрогу. Но не было заметно, что они вошли в их утрогу, поскольку те остались столь же невзрачными видом, как и прежде, и такими же худыми они остались. И фараон ему говорит «я проснулся». Потом то же самое он видел про семь колоссиев, что сначала вышли на одном стебле семь колоссиев, полные зерна, полные зернами и налитые. И вот семь колоссиев, засохшие, тощие, опаленные восточным ветром, растут позади них. И поглотили тощие колоссиев, семь налитых колоссиев. Я рассказал об этом в Волхвам, звездочеты такие, но никто, и колдуны, может быть там были Хартумей, Митраем, это были колдуны, но никто не объясняет мне. И сказал Йосеф Фараону, сказал ему, что он видит в этом сне, в этих двух снах. То есть эти два сна, один сон и так далее. Ну, это все вещи, которые вы, наверное, знаете. Мы на этом не остановимся, вернее, мы остановимся на этом в истинном смысле сказанном. Что заставило Йосефа ответить именно так, как он ответил. Вот такой он дал ему разрешение сна, именно как он дал. А ведь до этого указано, что он собрал всех звездочетов и всех колдунов, и всех магических деятелей Египта. А Египет был богат такими. Они занимались этим денно и ношно. Это была страна, во-первых, она была очень развита научно, и была на первом месте того времени. И были особенно вот такие знатоки всего, чего другие нормальные люди не знают, они все знали. Как они? И он их собрал всех. И что они говорили? Они говорили, одни из них утверждали, что это имеется в виду семь дочерей родит фараон, и семь дочерей фараон похоронит, семь государств новых он захватит, и семь захваченных областей восстанут и выйдут из него, уйдут от него. И он не принимал ничего из всего этого он не принимал. Не принимал, и все. Только когда Юсеф ему сказал, что он сказал, вот это он принял и был очень рад. Во-первых, спрашивается, как он, фараон, мог положиться на вот этого молодого раба, практически он уже был рабом, и как раз и говорит, что как его представил этот ответственный за его пирожное, представил его фараон. Он был мальчик какой-то, недостойный внимания, не знает нашего языка, и все такое. И все равно фараон сосредоточился на решении этих снов именно у Юсефа. А мы же знаем, что фараон был не поверхностный человек, он был очень глубокий человек. Ответ простой, не будем это затягивать. От других вопросов, которые сказаны в конце того решения, что дал Юсеф. Юсеф сказал фараону следующее. вот это, что было два сна, это один сон. Оба, про коров, и про колосья, это все один сон. Семь будущих лет и так далее. Возникает следующий вопрос. Когда он перешел совсем на другую тему вроде бы, он начал вдруг говорить с фараону, что фараон должен для этого делать? А ведь этого фараона не спрашивают. Фараон у него спросил, вот сон какой. И от этого я ужаснулся. Давай, дай мне решение, дай мне ключ. Юсеф дал ему ключ и тут же перешел на государственные дела, учил фараона, каким образом нужно вести государство. Ну как, разве так можно? Откуда это Юсеф сделал? Откуда он это взял? Тут возникает у нас два вопроса, в принципе. Почему фараону понравился ответ Юсефа, а не всех советников ему? Это во-первых. Второй вопрос. Почему Юсеф начал давать ему государственные советы? Как должен себя вести фараон? В семь лет сытости нужно начинать собирать зерна, собирать хлеб и так далее. И этим, что мы соберем сейчас, мы сможем кормить будущие семь лет голода. Где это во сне? Где это он видел? Почему колдуны не смогли дать тот же ответ, что дал Юсеф? Почему они не догадались о таком? Есть на это много, много ответов наших комментаторов из Талмуда, из Медраша. Один из ответов, например, очень такой, очень интересный, и очень толковый, говорит о том, что мы видим, и фараону снится, и фараону снится сон. «Раз снится фараону, это не может быть семь дочерей или семь или семь сыновей. Ему должен сниться только сон, главная тема которого государственное дело. и фараону». Такие сны могут ему сниться, чтобы он взбудоражить его. Иосиф в это вошел сразу. Что речь идет о чем-то, что это не только связано с его личной жизнью, но это связано с жизнью всего государства, всего народа. Если мы посмотрим поверхностно, не поймем, откуда взялось у него вот это, можно сказать, невоспитанность, начинать давать советы фараону. Где это было указано ему во сне? А из его ответа яствует, что он это сделал, потому что это в этом был сон, это была часть его сна. Его сон ему говорил о том, что нужно сделать. Почему египтяне не могли объяснить, так же, как ЕСФ, потому что им мешала одна деталь. Мы только что ее прочитали, она так поглощена, так поглощается в чтении. Не замечаешь ее, она не выделяется, деталь эта. Что за деталь? Что и коровы, и колоссия были одновременно. Было одновременно. И хорошие, и эти здоровые, впечатляющие коровы, и вот эти коровы, которые наводили ужас. Худые, больные, они снятся вместе, рядом стоят. Не что, кончилось это, потом пришло это. это, и то же самое в колоссиях. Не могли это разобрать и видеть, что это две отдельные вещи, которые идут одна за другой. И поэтому они сразу оттолкнули этот ответ, этот вариант. И перешли на семь дочерей. А семь дочерей могли быть одновременно. Потому что, естественно, как в то время водилось, могло быть у фараона семь дочерей от одной жены, семь дочерей от другой, и еще больше могло быть одновременно. Эти могли умереть, эти могли остаться жить. Вот это нам открыл Любавишский рэбль. Такой ответ. Ну и тут, наверное, место напомнить как мы видели дни Хануки у Любавишского рэба во дворе. Праздничные дни. Собиралось много народа и торжественно зажигались свечи Хануки. Все вот эти новшества, которые произошли позже, как, например, развал Советского Союза, или может быть даже до того, как он развалился, уже можно было зажигать свечи. Инициатором всего этого был рэба, и он начал говорить тогда. Он говорил по-русски, выступал. Там собралось очень много детей, собиралось каждый раз, а тут было особенно много. Потом я помню, когда зажигались свечи в Москве, а потом одновременно во всем мире, где можно было что подходило по времени. В любом случае это передавалось во все уголки мира, там, где был Хаббат. И одновременно видели рэбу и зажигание свечей. в Москве видели рэбу, видели в Австралии, видели в Казахстане, и видели в Ташкенте, и видели в Израиле. И по всему миру одновременно зажигали свечи. Общая радость была, общественная радость была. Дети танцевали и пели, оркестр танцевал и пел. Было так интересно, и все видели, что здесь что-то неземное веселится, танцует и зажигает свечи. А рэбе, как он тогда выглядел, это было вообще потрясающе. Но самый главный момент, то, что ни один из евреев, которые видели это хотя бы один раз забыть не смогут. Это лицо рэбе во время зажигания свечей. Еще до танцев, до музыки, до всего этого. Так только зажигали свечи, я помню, как сейчас я стоял очень близко. и до этого у меня не получалось, это видно, я стоял сзади, а тут я оказался недалеко и именно сбоку от рэбе. я видел, рэбе посерезнело лицо очень сильно и вытянулась шея. Он стоял прямо вот перед свечками, там, где кто-то зажигал. И он вот так, и ты видел, что рэбе не здесь. Мы это видели, ощущали, это невозможно было не видеть. Потом был еще один момент, очень важный, что рэбе сказал, что нужно идти и зажигать свет, зажигать свечи Хануки и развивать этот свет, и чтобы не было дезертиров, вот это были его слова, чтобы все шли, чтобы не было никакого дезертирства, чтобы никто от этого не улынил. Ну как, люди же работали, люди должны были зажигать свечи дома, так обычно кто ехал, кто не имел всех вот этих обязательств на себе, а те, кто имели, чтобы шли, и рэбе сказал мобилизоваться так, чтобы не было ни одного еврея, ни одного еврея, который не зажег бы свет Хануки. и началось. Началось, во-первых, в тот же день в Нью-Йорке, в Сомол, разъехалось столько машин. Все парни, могу смело вам сказать, что Ишива, Ишива, я не знаю, сколько тогда училось учеников, 500 или 300 или 1000 в самом Крунгайсе. закрылись Ишивы. Почему Ишива закрылись? Потому что все вожатые, все Роше Ишива, все преподаватели, включаясь Раба Мендлик, это был самый главный, это был человек особой святости, человек, который только деньно и ночно занимался Талмудом, преподавал Талмудом, очень мастерский, все известный на всей планете человек, первый собрался, надо ехать, надо ехать. И тогда мы видели, даже глядя на него, видно было, что это что-то с неба. И Раба так строго никогда не говорил, чтобы не было никакого дезертирства. Это потрясающее время было у Рабы, и Рабы витал, ведь он был тогда все восемь дней и ночей и вечерами, он был с нами подряд. Это невозможно описать, а что делалось в субботу, особенно после субботы, когда по окончании субботы зажигали свечи, и сколько говорил Рабы, потом Форбрэнген, это было потрясающе. О чем это нам говорит? Что вся эта музыка, вся эта мелодия происходит. То, что мы глухари не слышим это, или там медведи нам на уши наступим, это ничего не значит. Наша душа внутри горит, и она всю эту музыку слышит, и она рвется, и она хочет веселиться, и хочет танцевать, и хочет радоваться, потому что там такая музыка. Мы чувствуем, мы полностью в радости, а все детали наших мыслей уже остались где-то отделены от этого. радуемся, радуемся. А наверху это происходит одновременно в духовном мире. Одновременно ты понимаешь все, что можно понять в хаббат, хухмабинадад, ты понимаешь разумом и чувствуешь сердцем и веселишься одновременно. Нет недостатка ни в какой области. Все это вместе. И это хануке. В хануке лежит не только наша вечность и наша победа постоянная и наши силы добра, которые обязательно победят зло, побеждающие зло и которые будут побеждать. Лежит в хануке еще одна вещь, очень главная, что храм разрушить невозможно. храм сохранился, храм есть. И мы все его ждем. И вот, вот он объявится, третий храм. Первый храм, который строил царь Соломон, Шлома Амеллах, был разрушен на выход Моцера. Они были 70 лет в Галуте, во втором построенном храме не хватало некоторых очень важных вещей. Вот этот недостаток не возместили тогда. Построить это невозможно было. Он был без этого, с недостатком этих элементов для службы. Элементы были очень важные. Были урым, ватумим, что первый священник носил это здесь, и когда задавали вопрос, это отвечало. почему мы все еще празднуем, чего мы ждем, что ждет нас. Мы ждем и празднуем, продвигаемся дальше с еще большим весельем, с большей радостью, с большей верой в третий храм. Мы ожидаем наш третий храм. до сих пол было два, а мы ожидаем третий храм. И тогда мы хотим задуматься и думаем, к чему все это нужно было? Зачем надо было построить, потом разрушить, и с какими, с какой болью и мучением разрушали этот храм? Пол чищеново Ходницера были страшные надругательства над всем. В материальном мире, в нашем сознании, сознание минус, это правильный вопрос, в сознании плюс он неправильный. В сознании плюс мы знаем, что Моисей хотел войти в Израиль, а все выше него не пустило. Если Моисей вошел в Израиль, было бы то же самое что как Моисей был на горе Синай. Моисей получил Тору на горе Синай, и Тора никогда не меняется, не изменяется, она будет вечная. Все деяние Моисея, все, что он делает, это вечное на веки реков. Это не может измениться, А у Всевышнего был замысел, чтобы такого не было. То есть, что это будет, но прежде всего надо усовершенствовать совершенство. иудей, евреи и вообще люди должны все время продвигаться вперед, постигать новые вершины, новые достижения, открывать в себе все благородие, что есть, все благочестивие, что есть. А ведь мы знаем, что человек, особенно у кого имеются большие силы внутренние, он, у нас, у Хасиддима, говорили, самое главное не быть портретом, человек должен жить, и лицо, его вид должен меняться. Один день так, другой день меньше, тридцать день больше. Все время будет движение. Есть такие миры духовные, где находятся ангелы. Их много, этих миров, и ангелы все время задействованы. И вместе с тем пророк говорит, вы будете ходящими среди стоячих этих, нам, он говорит, нашим душам. Вы не будете стоять, как ангелы. Ангелы это стоячие, они не меняются. если они ушли вниз, как мы знаем из начала изучения Тора, Брайшит, были ангелы, которые пали на землю, которые опустились, и назад подняться, вернуться не могли. Это были страшные великаны, и у них был великий не только организм, у них был великий яйцер-горах, с которым невозможно было воевать, и они тут же ему отдавались. И наоборот, они не могут возвышаться выше, поэтому у них есть степени, в каждом мире имеется отдельная группа ангелов. Самая ближняя категория к нам называется Ищин, потом есть Офалин, потом есть Хайота Кодыш, это вообще очень высокие ангелы. Потом есть ангелы, которые появляются на момент и умирают тут же, перестают быть. Есть когда мы выполняем какой-то завет, какой-то хороший поступок, мы рождаем, рождается ангел. Когда совершаем, дай Бог, что-то негативное, ушел. Есть такие, а есть главные воины духовные, они постоянные, как Михаил, Рафаил, Гавриил, Матара, есть много ангелов, которые постоянные, вечные. И вместе с тем Всевышний все время пытается в нас раскрыть, заложенные в наших недрах, в наших душах, в недрах нашей души все, что там есть, много света, много энергии. и пока это все он не раскрыл до конца, он делает все, чтобы конец еще не настал. А когда он настанет, тогда мы увидим, что самое светлое, самое сладостное, тот период, что в нем было, самое страшное мучение нашей, самое страшное наше жизнь, все, что там проходило, в самом конце, в этом лежит вся возвышенность. Вот это все находится в Хануке, когда мы смотрим на свечки Ребет, когда мы смотрим на свечки Хануки и начинаем понимать, что нам надо видеть, ты не видишь поверхностно, но вдумайся и ты увидишь. этот свет обязательно отсвечивается у тебя в глазах, у тебя в душе. Смотри в правильное направление и ты увидишь этот свет. Спасибо, товарищи, веселый вам Хануки. львов, не львы, львов, львы. Продолжение следует...